Керченская набережная Возле водной станции расположился передвижной кинотеатр. Монтажники уже приступили к сборке макетов и установке экранов. Обычный контейнер превратится в настоящий кинозал и выставку. Это трансформируемый модуль. Это обычная фура, морской контейнер, который раскладывается и получается помещение размером почти 90 квадратных метров, которое является вот этой частью. Это будет в источной площади, где будут поставлены определенным образом вот эти витрины, где будут находиться экспонаты. Будут кадры из фильма, будет вот эта лента времени, где артисты, которые воевали в кино, реально на войне воевали. По проекту кинотеатр на колесах имеет два зала, которые будут работать днем и вечером. Один из них находится в павильоне и рассчитан на 15 мест с экраном в 3 метра. Второй находится на улице. Холст имеет размеры 2 на 3 метра. Оборудована машина хорошим звуковым оборудованием. Микрофоны есть, пульты есть. Помимо показа кино суда, можно делать любые поддерживающие мероприятия. В Москве, допустим, люди подходили, а можно стихи почитать? Пожалуйста. Они поднимали, давали микрофон, и люди читали стихи, пели песни. Если в малом зале есть стулья, то для наружного просмотра стоит взять свои приспособления для сидения. В планах Игоря Корнеева уже в воскресенье показать первый фильм. Здесь будут фильмы известные, добрые. Почему? Потому что там артисты добрые. Они всевоенные в основном. Например, «В бой идут одни старики». Это мой любимый фильм. «Опять же Азорий здесь тихий», «Офицеры», «Командир счастливой щуки», «Адмирал Нахимов», «Александр Невский». Такого формата кино, которое смотреть можно неоднократно. Так что, керчане, берите с собой раскладные стулья и наслаждайтесь вечерним просмотром фильмов под открытым небом. Кинотеатр «На колесах» пробудет в нашем городе до 3 сентября, после чего отправится в Севастополь на фестиваль.